всем привет не первый раз уже слышал вопросы о том что же нужно знать джуниор программисту и вот тут на канале если не ошибаюсь один из подписчиков тоже задал что-то нечто подобное ну что же поделюсь с вами своими мыслями по этому поводу постараюсь вкратце так как я в силу своего опыта сам собеседовался сам собеседовал так вот что же надо знать джуниору или младшему программисту по-хорошему он должен уметь все но с этими знаниями работать за еду ну и возможно за проездной на трамвай литролейбус ну это шутка конечно же ну по поводу проездного он вполне может и не обременять компанию этими затратами и работать из дому но если серьезно то требования к младшему программисту более или менее понятны более расплывчатые требования к медлам и сеньором робинзоном и там нужно конкретно и предметно изучать резюме кандидатов это как его знания подходят под тот проект под который его берут потому как к примеру синер он в одной компании может быть очень серьезным синером с серьезными знаниями и делать и точнее выполнять серьезное задание но в другой компании специфика работает которая совсем отличается от текущей он может даже и на мидло не пройти поэтому это такое но вопрос как бы не о мидлах осень и и сеньорах а о джунах поэтому выскажу свои мысли мое мнение может не совпадать с вашим поэтому не нужно негативно высказываться в комментариях вы сможете помочь всем кто будет смотреть если вы опишите свое видение на то что должен уметь джуниор особенно будут полезны комментарии по конкретным языкам еще более полезными будут комментарии о тех требованиях джунам которые к примеру есть в вашей компании или непосредственно у вас так вот джун или младший программист это по факту тот кто только что окончил к примеру вуз или какие-то курсы или человек просто само обучался чему-то и не имеет никакого опыта в программировании но в коммерческом программировании на мой взгляд нужно сначала постараться определить сможет ли человек работать в команде то есть этот вопрос вы можете задать себе насколько сильно он понимает то что он ничего не знает и насколько он готов обучаться и насколько он этого хочет научиться можно многому чему но нужно быть готовым обучаться быть готовым признавать что ты не прав и перенимать опыт у старших товарищей главное как говорится чтобы человек был хороший и было желание постоянно учиться и так чтобы я спрашивал бы вот сейчас на собеседовании у джуниора здесь вот будут далеко не все вопросы список вопросов в каждом отдельном случае всегда будет другой и все зависит от того как пойдет разговор и какие темы будут затронуты не на все вопросы есть какие-то правильные ответы главное услышать мысли главное увидеть ход этих мыслей ответы не должны быть шаблонными из интернетов они должны быть плодом собственных размышлений и так собственно говоря вопросы были ли у вас интересные проекты это курсовые работы дипломная работа может быть свои какие-то поделки если были интересны то расскажите расскажите об интересных решениях на ваш взгляд если они конечно же были с какими трудностями вы сталкивались и как вы эти трудности решали с какими языками программирования вы знакомы с какими работали о каких просто читали о каких просто слышали была ли у вас возможность выбрать язык программирования если да то почему выбрали именно этот язык какие книги и каких авторов по программированию вы знаете какие книги читали полностью или частично какие хотели бы прочитать или изучить какие ресурсы в интернете по программированию вы знаете ну это могут быть форумы там какие-то чаты сайты там еще чего-нибудь должен ли программист знать несколько языкового программирования какие причины могут заставить программиста работать сверхурочно какие операционные системы вы знаете но с какими вы работали и на какой операционной системе вам удобнее работать и почему что на ваш взгляд важно в повседневной работе программиста ну может быть там рабочее место там тишина количество там человек в комнате и вот все такое то есть отвечая уже на эти вопросы можно ну если вот кандидат и вы отвечаете вы начинаете размышлять и давать ответы то уже по этим ответам уже примерно видно что не то что что кандидат знает но но уже прослеживается какой-то более-менее ход мысли уже можно что-то примерно определить насколько кандидат развит и так идем дальше что такое алгоритм как вы опишите своими словами что такое алгоритм для чего алгоритмы зачем они нужны нужно ли помнить все известные вам алгоритм или достаточно иметь к примеру справочник дальше 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 какие принципы опп что вы знаете об опп и что это вообще такое есть ли задачи которых применение объектно ориентированного программирования лишние и есть ли такие задачи которых без объектно ориентированного программирования просто невозможно ну на ваш взгляд ну например зачем скрывать функции или члены класса в этом ооп есть ли в этом смысл если можно к примеру правил от изменить на паблик какой смысл вот этого вот всего сокрытия какое отличие класса от объекта важно ли предварительное конструирование или нет если важно то для каких задач а если не важно то есть если в каких-то случаях можно это конструирование пропустить то на ваш взгляд для каких задач можно их пропустить какие абстрактные типы данных вы знаете что такое динамический массив что такое список какие списки вы знаете о каких вы слышали что такое дерево где применять списки массивы деревья в чем преимущество и недостатки массивов списков деревьев какие основные виды памяти есть что такое граф графы используется для решения многих задач можете ли вы привести примеры знаете ли вы что такое многопоточное программирование если знаете то какие проблемы основные могут возникать при многопоточном программирование слышали ли вы что такое паттерн для чего они нужны если вы использовали какие-то паттерны то расскажите как вы их применяли для решения каких задач и и была ли польза от этих паттернов ну этот список можно дальше продолжать все как говорится зависит от разговора то есть всегда можно за что-то зацепиться то есть к примеру кандидат может рассказывать о какой-то своей интересной курсовой работе или о какой-то своей поделки и там соответственно между прочим может сказать что я использовал там какую-то библиотеку для скачивания ну чего-то вот соответственно раз и тут сразу же можно спросить а зачем вы ее использовали от что там а как там ну и так далее то есть я думаю вы понимаете дальше к примеру а если это собеседование на джуниора на позицию c++ то что он должен знать ну как минимум на в любой более менее нормальной книги навсегда есть главы то есть описаны главы там что такое класс и функции ну я уже не помню как там идут в книгах эти главы но они описаны и то есть джуниор по хорошему должен знать не то что содержание книги а содержание этих глав и на своих словах пересказать то есть он должен владеть языком не всякими хитростями и нюансами а просто владеть языком ну и к примеру чтобы я спросил вот что мне сейчас на голову в голову приходит то это например какое отличие c++ от си это похожие языки родственные или разные для каких целей лучше всего подходит язык си плюс плюс а для каких язык си по вашему мнению чем отличие указателя от ссылки и что такое указатель а что такое ссылка что такое указатель на функцию и зачем эти указатели на функцию вообще нужны какое отличие структуры от класса сколько в памяти занимает объект что такое компиляция программы а что такое компоновка или там линковка или еще что-нибудь что вы знаете о компиляции программы как получается объектный не объектный а бинарный файл то есть исполняемый ну и там дальше по разговору то есть если кандидат ну вы к примеру начинаете это все обдумывать то вас вот в процессе обдумывания могут возникнуть какие-то вопросы вот вы не до конца понимаете вот примеру компиляции и вот к примеру вы сейчас ну если вы джуниор у вас нет опыта или счет вы сейчас к примеру на все эти вопросы попробуйте дать ответ и я думаю по любому у вас будут какие-то недопонимания то есть а что а как а компиляция ну вот примеру это последний вопрос да там компиляция и дальше вы будете искать ответы и соответственно вы подтянете дополнительные темы ну как бы она одно за другое хватает и когда вы сможете нормально ответить то есть ну найти ответы то вы уже как бы более-менее уже будете разбираться что это такое по хорошему конечно же еще нужно давать тестовое задание и лучше всего его давать надо то есть ним сидеть на кандидата и смотреть да на него а чтобы он спокойной обстановке сделал какое-то тестовое задание и суть такова что при следующей встречи вы к примеру должны были бы объяснить и показать и рассказать как работает ваша программа то есть ваша еще задача как джуниора уметь решить не сложную задачу и уметь объяснить как устроена ваша программа то есть писать код и понимать его писать так чтобы вы его понимали чтобы вы его понимали через полгода через год вот ну ну наверное все и так наверное уже затянул а забыл 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 что я забыл опять забыл а вот один вопрос на самом деле есть но когда-то этот вопрос был модным что ли так вот если вы на него в принципе ответите то все остальное я думаю можно было бы и не спрашивать так вот этот вопрос следующий почему же люк круглый и если вы не знаете на него ответа то я вам сейчас его скажу он круглый потому что круглый легче катить чем треугольный ну вот так вот ну наверное все то есть не все скорее всего я многое чего еще не сказал что хотел бы сказать но тем не менее я надеюсь что это видео будет вам полезно поэтому поэтому пишите в комментариях свои мнения свои примеры что вас спрашивали к примеру и это будет полезно почитать всем ну а на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки всем пока